Здравствуйте! Сегодня я расскажу о том, как православному христианину следует подходить к причастию. Первое. Причащаться принято натощак. С утра вы не должны ни есть, ни пить. Однако не слушайте тех, кто говорит, что перед причастием нельзя чистить зубы или полоскать рот. Таких предписаний в церковном уставе нет и никогда не было. Второе. Помните, что в причастии верующему преподается не просто хлеб и вино, а тело и кровь Господа Иисуса Христа под видом хлеба и вина. Если вы в это не верите или в этом сомневаетесь, не подходите к причастию до тех пор, пока не избавитесь от неверия или сомнений. Третье. Не опаздывайте в храм к началу богослужения и не покидайте храм во время службы. Для исповеди выбирайте время отдельно от литургии, либо накануне, либо в тот же день, но до ее начала. Во время литургии внимательно слушайте все, что поется и читается в храме, ибо вся литургия от начала до конца готовит нас к принятию святых христовых тайн. Четвертое. К тому моменту литургии, когда священник или диакон вынесет святую чашу со словами «Со страхом Божиим и верою приступите», вы должны находиться вблизи алтаря. Если для причащения выходит сразу несколько священников с несколькими чашами, подойдите к тому, который оказался к вам ближе. Не пытайтесь встать в очередь к самому почтенному или известному священнику. Тело и кровь Христовы в каждой чаше одни и те же, и преподает их вам Сам Христос через священника. Пятое. Подходя к святой чаше, сложите руки на груди крестообразно. Если у вас в руках, на руке или на плече сумка, поставьте ее на пол, чтобы она не соскочила во время причастия и не задела святую чашу. Шестое. Подойдя к священнику, назовите свое имя, не полушепотом или в полголоса, а громко и внятно, чтобы было понятно, что вы Полина, а не Галина, Вячеслав, а не Владислав или Ростислав. Даже если вы уверены, что священник знает ваше имя, все равно обязательно произнесите его. При большом стечении людей священник вполне может забыть имя даже хорошо знакомого человека. Не ставьте его в неудобное положение. Не прибавляйте к своему имени фамилию или слова «раб Божий», «раба Божия», «младенец», «отрак», «отраковица», «девица», «болящая» и тому подобное. Священник от вас должен услышать только ваше имя и ничего более. Произносите его полностью, даже если вы несовершеннолетний. Ни Ваня, а Иван, ни Паша, а Павел, ни Лена, а Елена. Седьмое. Не совершайте крестное знамение ни перед причастием, ни сразу же после него. Почему? Чтобы случайно не задеть рукой чашу и не пролить драгоценную кровь Спасителя. Перед святой чашей стойте прямо, а не согнувшись. Смотрите на чашу, а не в пол. Уста открывайте широко, а не слегка, как делают многие, иначе частица тела Христова может задеть ваши губы и упасть. Не двигайте головой и не пытайтесь ртом поймать ложечку, которой причащает вас священник, иначе он может промахнуться и святая кровь прольется. Имейте в виду, что если святая кровь прольется на вашу одежду, священник будет обязан отрезать и сжечь ту часть ткани, на которую она пролилась. Восьмое. Причастившись, ничего не произносите, не благодарите священника, не задавайте вопросы. С благоговением и осторожностью поцелуйте нижний край чаши, но так, чтобы ее не задеть. Затем отойдите к месту, где раздается запивка, примите кусочек антидора и запейте его горячей водой, разведенной вином. Девятое. Если вы принесли к причастию младенца, кладите его на правую, а не на левую руку. Если же ваш ребенок уже самостоятельно ходит, пусть и к причастию подходит своими ногами. Очень важно причащать ребенка регулярно, чтобы он не боялся причастия, не плакал и не капризничал. Если же ребенок проявляет активное нежелание причащаться, не принуждайте его к этому, чтобы причастие не ассоциировалось в его сознании со стрессом или насилием. Десятое. Некоторые люди испытывают чувство брезгливости от того, что сотни людей причащаются из одной чаши и одной ложки. Если у вас есть такое чувство, постарайтесь преодолеть его. Не бойтесь чем-либо заразиться от других людей через причащение с ними из одной ложки. Святость тела и крови Христа уничтожает всякую заразу. В то же время, если у вас грипп или иное заразное заболевание, не приходите в храм, чтобы не заразить других людей. Молитесь в таком случае дома. А если вы тяжело больны, пригласите священника на дом, чтобы он вас причастил. И последнее. Помните, что причастие – самое великое таинство. Оно соединяет человека с Богом не только духовно, но и телесно. Ибо в причастии мы принимаем внутрь себя плоть и кровь не простого человека, но Бога, ставшего человеком. После причастия в клетки нашего тела впитываются частицы тела самого Бога, и в наших жилах начинает течь его кровь. Поэтому после причастия нужно вести себя особенно благоговейно, чтобы через многословия, мирские заботы, страсти или грехи не растерять тот драгоценный дар, который мы получили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok